Всем привет! на другой жизни соскучились мы очень очередные выходные как обычно времени немного прилетели прям с ходу начали заниматься пчелами сейчас уже главный медосбор должен начаться взяток главный 8 часов вечера идея какая сегодня мы походим по чудо полям чудо поля короче говоря года спустя но есть один нюанс я вам покажу за моей спиной вот не были буквально год и и как все поменялось ну кто знает эти поля короче га основная дорога была вон там здесь мы собирали монеты вот здесь вот здесь я где-то когда-то пятнашку екатеринскую серебря за нашел по короче говоря не пробили новую дорогу через через лес прям посмотреть прям содрали грунт и пробили но естественно нужно это проверить прям вот потому что так да это естественно вот но все равно шанс такой можно что-то и найти потому что здесь вот в этих кустах вечный заросль а так вот шла дорога и куча находок сегодня ходим я думаю что уже с фонарем потому что скоро стемнеет а завтра точнее в 3 часа ночи ну да да в 3 часа ночи поедем на наше место вот из крайнего видео где мы до монгола находили нужно проверить этот лес с другой стороны ну короче это будет один ролик я так понимаю посмотрим что найдем пойдемте копать вот такая вот с крышечка прям выпилили все первый сигнал обручалка из монеты а проволока была вот такая вот гнутенькая обручалочка гурт похоже ну либо катина либо полоска наверно сейчас это надо прочитать времени что он чуть-чуть оригинально с надо морду застегивать не уже в лоб дал дал амашка бродим там он на краю лужи куски керосиновой лампы у любы у меня забавная пломба он там выскочила все покажу чем забавно она говорят говорящие до сверху не пойму льняное посевное семя ванюков сальцы что-то торг но это еще с я теми пусть я вновите прикольная пломбочка здесь побродим до вечерочка где-нибудь он в лес полезен комары с мошкой доедают уже следующая находочка крестик до сломаны жаль жаль хороший был вот такой по накату здесь пройдем 10 как по асфальту ну то бишь хорошо берет прибор еще прикол здесь когда-то вот в этом месте коров гоняли на выпасы соответственно землище здесь воняет навозом причем капитально ну да ладно и споют замечательно земля хорошая навожены девичка выпала пуговицы покажу красивая бывает сейчас покажу по какая была рельефная но к сожалению время и навоз ее не пощадил они как у тебя чего тебя чего ну тут все что угодно чудо поля и гу спустя года как все ну поменялось здорово конечно там была дорога так 6 лет назад до сюда 6 получается да здесь многие эти поля знают кто смотрит тем привет кто знает что там фигня какая-нибудь серебристенькая свернутая в трубочку бывает здесь на убирай углу здесь я говорю вот этих полей вечно уходили с полными хабарницами час так и пройдем по этой штуке кто-то ухает там в кустах прикольно солнышко садится а у нас глубоко сейчас я это да тут к сожалению медные монеты сами знаете это вот ранние ролики посмотрите наш тут много снимали здесь зеленых кружочков да конечно больше надеюсь всегда на серебро кандиняю чуть там сто лет не находили мы давно по ним не копались и никому он сейчас приближу ну да по империи то что лет видите орел и деньга на убирай а там где за поворотом дорога вот она туда шла старая-то ну раньше там был проезд там тоже по ходу дела с крышкой что-то они там заровняли сейчас мы до тут дойдем и посмотрим вот я как и говорил за углом вот здесь и была старая дорога ведь они все сравняли здесь были такие колеи с болотом я здесь за все эти годы помню только пару раз в машине проезжал в сухую сухую погоду а так здесь просто было ну чё-то пока ничего нет на этой вскрышки фиг знает люба чё-то копает могли засыпать могли отсыпать наоборот не знаю все равно очень интересно проходить все находились сожрали нас комары даже сквозь сетку пробивают прям заживо ночью сейчас поедем в 3 часа ночи как я вначале видео говорил поедем на другое место где комаров еще там что мальчик в тот самый лес где мы нашли домонгол в крайнем видео но я вначале сказал уже только мы будем смотреть мы его смотрели правую часть этого леса но так нужно посмотреть левую мы там когда-то давно ходили но нас прогнали клеща не клещи лосиные мухи но это не показатель что фу комарьё показатель что там ничего нет мы вместе где домонгол нашли в прошлый раз тоже ходили я могу да я могу точно абсолютно сказать что тут как повезет тут чистого копольскую удачу потому что четко эти вещи знать ты не не знаешь где чисто потеряшки да и поселухи все вот эти листы они по сути тоже потеряшки то есть их же на картах нет это так вот как наткнешься как я много раз рассказывал это чисто по железу ориентируешься по ножичкам по наконечникам стрел ну и некоторые секретики тоже есть вот так что не переключайтесь скоро будет утро музыка 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 Продолжение следует... 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 Здесь, кстати говоря, у нас мишек много Они попадаются По крайней мере, следы Медведь почитался Укоми, как и у всех фенугров Сверхъестественным существом Наделенным разумом и силой Считалось, что он спустился с небес на землю Однажды медведь попросил у небесного бога Или у популярного Укоми святого Микола Угодника Большой палец, такой же, как у людей Бог обещал исполнить его просьбу Но сказал, что в таком случае собаке он даст охотничий лук А человеку крылья Тогда медведь отказался от своей затеи Зато он сам мог превращаться в человека Перекувыркиваясь через медвежью шкуру Так же поступали и колдуны-оборотни Рассказывают, что сначала медведь обитал на небе И был сыном самого Йена Но однажды прельстился на земную пищу, горох И спустившись по гороховому стеблю Стал жить на земле Смерть Коми представляли в образе черного медведя В сказках медведь-жених похищает девушек себе в жены Те спасаются с его лесного жилища Подсунув вместо себя наряженную в свое платье ступу Охота на медведя сопровождается множеством магических ритуалов Перед охотой варят сладкую кашу из зараженной муки И оставляют ее на ночь перед охотничьей избушкой Если утром котел оказывается пустым То охотники верят, что медведь принял их жертву И охота будет удачной Прежде чем убить медведя, нужно было клятвенно извиниться перед ним Заверив, что не охотники Коми виновны в его смерти А зверя убила русская пищаль Убитому медведю выбивали когти и зубы, а голову хоронили Приговаривая, вот тебя хороним вниз головой Не придешь больше сюда Рассказывают, что однажды охотники с трудом справились со свирепым зверем Но забыли совершить этот ритуал Один из них стал даже похваляться Что они зарезали медведя как теленка Тут медведь ожил и набросился на охотников На счастье, один из них успел совершить магическое действие Оберег Он вытащил шнурок-подвязку из своих штанов И натянул поперек дороги По которой гнался за охотниками медведь После чего тот упал и умер окончательно Особыми обрядами коми сопровождали охоту не только на медведя Любого ценного зверя, особенно куницу или соболя Привечали в шалаше как почетного гостя Его шкуру вывешивали посреди потолочной балки шалаша А тушку зарывали под очагом Перед ужином почетного гостя приглашали к столу Вот такая интересная история про мишек, про наших Интересный, кстати, момент тоже был Когда сюда ехали, на дороге сидел Черный кот на повороте на перекрестке Прямо на асфальте Даже не дернулся такой Спокойный, пригорюневшийся Обычно прямо на дороге Мимо протарахтели Даже усадь не повел в нашу сторону Вот такие сложные летние выходы Когда жарко, когда гнус Вам не осень или ранняя весна Да или та же зима Все заросло Да, все заросло В лесах вот только ельнички получается побить Это к тому многим людям Многие в комментариях и так просто говорят Ой, типа сколько у вас находок Находок у нас немного Просто мы снимаем много А ходим мы еще больше Чтобы понимали люди, которые не участвуют в съемках То есть не ведут это дело Находок действительно не очень много Одно дело, если ты там где-то по урочищам, по полям Там просто объем большой А мы ищем другие несколько вещей Поэтому это такая капля в море Просто сами знаете, какие у нас леса Пойди найди Такой был выход сегодня Спасибо, что с нами погуляли Всем здоровья И пока